Город Славянск-на-Кубани приобретает новый облик. Появляются современные многоэтажки, новые торговые и развлекательные центры, преображаются места досуга и отдыха. Такие изменения нравятся горожанам. Однако любая стройка или даже ремонт доставляют много хлопот. В Славянске-на-Кубани развитие юго-западного микрорайона порадовало многих жителей, ведь это новые жилые дома, школы и детские сады. В то же время это большая работа по строительству, подведение коммуникаций. Поэтому, увы, безвременных неудобств для проживающих рядом жителей не обошлось. Тему продолжат Дина Капачевская и Александр Косицын. Власти городской и районной администрации еще в 2013 году приняли решение о необходимости создания на территории города нового микрорайона. Освоение юго-западного микрорайона начали с обустройства участков под индивидуальное жилое строительство. Летом прошлого года там развернулись масштабные работы по сооружению инженерной инфраструктуры. В первую очередь были начаты работы по проведению канализации. Это самая важная часть инженерных коммуникаций, от работы которой в дальнейшем будет зависеть комфортная жизнедеятельность всего микрорайона. К тому же эта работа самая сложная в исполнении. Монтаж и прокладка ведется на глубине 5-6 метров. Разрытие нескольких улиц в жилых районах, связанные с врезкой сетей нового микрорайона в центральную систему – одна из обсуждаемых тем среди жителей улицы Казачьей. Проехать невозможно, заехать ни домой, ни выехать. Полностью дорога испорчена, абсолютно вся испорчена. Переезды по улице Ярмарочной, вот здесь вот постоянно машины садятся. Вот здесь вот буквально вчера застряла машина. Своими силами пытаемся засыпать куски кирпичей и так далее, хоть как-то, чтобы можно было передвигаться. По-другому здесь ездить невозможно. Работы приостановили, так как подрядная организация столкнулась с проблемой при прокладке труб с плывуном. Это сильное насыщение водой рыхлого грунта, в результате чего происходит разрушение откосов. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, то есть если продолжить на настоящий момент в таком виде, в котором они есть, эти работы, это приведет к тому, что вся улица Казачья практически превратится в открытый котлован. Для того, чтобы этого избежать, сейчас проводятся работы по согласованию с проектным институтом о том, как пройти это более безболезненно, то есть с применением каких-то более современных технологий. Как утверждают специалисты отдела строительства, транспорта и связи городской администрации, неудобства, конечно, есть, но они временные и требуют понимания. Вся работа выполняется в соответствии с технологическими нормами. И после завершения строительных работ улицам города вернут их привычный облик. Вот на этом участке, где самотечная канализация, это от, значит, пролетарской в сторону маслосырзавода, этот участок там проходит на большой глубине канализации. Там работы будут продолжены. Как только, значит, технологическое решение будет какое-то принято, более такое, скажем так, безболезненно именно для прохождения этого участка на больших глубинах, и, значит, после этого работы будут продолжены. А участок, который вот по напорной канализации, это начиная от пролетарской в сторону Щерса, значит, участок там уже практически работы завершены, и происходит восстановление разрушенного дорожного покрытия и подъезда к домам. Власти города и района в первую очередь планируют реализовать успешный проект, который подарит Славинску-на-Кубани более трёх тысяч новых уютных и благоустроенных квартир. Планом предусмотрена вся необходимая инфраструктура, в том числе автовокзал, школа и детский сад, поликлиника, пожарное депо. Микрорайон украсят парки и скверы, детские площадки и места проведения досуга. Однако работа по проведению всех необходимых коммуникаций требует времени. Но если набраться терпения, мечта, которая ещё несколько лет назад казалась несбыточной, станет реальностью, и для нескольких тысяч славянцев откроется новый современный и благоустроенный микрорайон.